Школьница Арина Насардинова на конкурсе юных поваров впервые узнала, что задание – испечь булочки. И решила поучаствовать, так как дело хорошо знакомое. Форма разная, начинки, посыпки. Вот отличаются этим. Кто тебя учил булочки печь? Абика, бабушка. Я очень часто с ней пеку и вот решила сегодня в конкурсах участвовать. 18 участников подали заявки на конкурс «Сохраняем кулинарные традиции», который проводит Зайонский политехнический колледж. Главные условия участники должны быть из числа школьников. Таким образом, организаторы преследуют две цели – дают ориентацию будущим выпускникам школ на будущую профессию и возрождают и сохраняют традиции кулинарного искусства. Работа у них идет в течение двух часов. Они за это время должны приготовить, сформовать изделия из дрожжевого теста – булочки с сахаром, ну и с различными посыпками. Также они должны пройти тестовое задание и в результате показать свои наилучшие умения и знания. Ученица седьмого класса школы номер шесть Татьяна Иванова в этом конкурсе участвовала и в прошлом году. Так что опыт есть, а значит и волнения меньше. Булочки с сахаром, с маком, с корицей и со сгущенкой. Я уже в конкурсе участвую второй раз и вот это уже мне посмелее дается. По условиям конкурса участники должны выполнить тестовые задания, а значит хорошо знать тонкости кулинарии и испечь изделия из дрожжевого теста. Конкурсное жюри будет оценивать выступления юных поваров по нескольким параметрам. Это чистота рабочего места, разнообразие блюда, ну и конечно же вкусовые качества. Для того, чтобы стать победителем, юные повара должны все это соединить. Победители конкурса получат дипломы и самое важное зачетное блюдо в своем кулинарном мастерстве. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Заянска.